Мы с вами находимся напротив места, где когда-то стоял храм, напротив храмовой горы. На этой горе Авраам приносил жертву сына своего Исаака, и Господь Бог остановил его руку, предоставив жертвенного агнца вместо Исаака. На этой же горе стоял храм. Там, где вы видите позади меня золотой купол, стоял храм. С другой стороны, там, где вы видите, как они называют, серебряный купол или мечеть Аль-Акса, или внешняя мечеть, там находилось то, что принято называть притвором Соломоновым, или строение царя Соломона. Вообще весь этот комплекс представлял собой храм, который был в этой части, огромная площадь, 400 на 400 метров, так называемая плаза, и постройки, которые стояли здесь. И, естественно, евреи поднимались на эту гору служить Господу Богу на протяжении всего года. Однако на сегодняшний день, поскольку никто не знает, где точно находился храм, и, естественно, поэтому никто не знает, где точно находилась святая святых, религиозным евреям не рекомендуется подниматься на эту гору, поскольку было известно из Писания, святую святых мог подниматься первосвященник, и то один раз в году. А если бы человек обыкновенный мог стать на это место, то это могло бы повлечь за собой очень серьезные последствия. Поэтому, еще раз хочу сказать, религиозным евреям не рекомендуется подниматься на храмовую гору. Храмовую гору вход открыт через этот мостик, и там происходит служение для мусульман. В этих двух мечетях несколько раз в день, четыре раза в день, всех немусульман оттуда, естественно, выгоняют, чтобы не осквернять с точки зрения ислама, естественно, это место. Но мы сегодня не об этом. Мы хотим сегодня с вами поговорить о том, каким образом упоминается это место, и что с ним связано в одной из глав Евангелия от Иоанна. Я хочу прочитать это место. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновым. Тут и идеи обступили его, и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Мессия, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих. И дальше, и я даю вам жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит из руки Моей. Я и Отец одно. После этих слов иудеи пытаются схватить его и побить его. Почему они это делают? Давайте вообще зададим себе вопрос. А что такое праздник обновления? И как он вдруг возник в Новом Завете? Его нет ни в Левите, 23 главе, ни во всей Торе. Это даже не праздник Пурим. Откуда он вообще взялся? История еврейского народа в основном своей трагична, в основе своей. Бывают и радостные элементы. Греки в свое время, захватив эры Цесраэль, землю Израиля, устроили здесь, в этом храме, мерзость запустения. И даже на месте святой святых они приносили в жертву свиней. И когда в конце второго века нашей эры Маковеи, известные как Хасманеи, подняв восстание из Мадиина, недалеко от Иерусалима, пришли и, несмотря на все печальные и неоптимистичные прогнозы, смогли победить регулярную греческую армию, это воспринялось как чудо. Но, кроме этого, произошло еще одно чудо. Они хотели осветить место. И для того, чтобы осветить место, необходимо было масло. И вот масла, которое, согласно преданию, нашли, хватало на один день. И у них возникла дилемма. Зажечь это масло, а надо было, чтобы оно горело всем. Зажечь это масло, но ведь тогда же оно сразу же через один день погаснет. Или все-таки довериться Господу Богу. И они решили довериться Господу Богу. И зажгли этот светильник. И чудо произошло. Масло горело на протяжении восьми дней. И во знаменовании этого чуда и очищение, или обновление храма, и евреи начинают праздновать праздник Хануки, или обновление по-русски, или на еврейце действительно так и есть обновление, или посвящение. И с тех пор, уже более двух тысяч лет, этот праздник является неотъемлемой частью праздника еврейского народа. Что поразительно и интересно, этот праздник традиционный и описанный в книге Маковеев, как бы внешних книгах, книгах неканонических. Тем не менее, Иисус празднует этот праздник. Потому что, будучи плотью от плотью своего народа, он стремится всячески во всем идентифицироваться как еврей. Что происходит дальше? Он находится на храмовой горе в праздник обновления и находится ни много ни мало здесь, в притворе Соломона. И здесь происходит очень странное событие. К нему приступают иудеи и говорят ему, долго ли тебе держать нас в недоумении, если ты Мессия, скажи нам прямо. В чем связь? Почему вдруг именно в этот праздник, почему именно в этом месте они задают ему этот вопрос? Я хочу напомнить вам, что храм, который стоял на горе во времена Иисуса, это был второй, а фактически, можно сказать, даже третий храм, перестроенный из храма Зеру Вавеля, который, вернувшись из Вавилонского плена, поставил его на храмовой горе. Но те, кто строил второй храм и те, которые вернулись из Вавилонского пленения, они все отмечают и плакали даже, что первый храм был намного больше и намного роскошнее храма, который построили евреи, второго, вернувшись из Вавилона. Ирод исправил эту ошибку. Ирод, великий строитель, он воссоздал храмовую плазу и воздвиг храм, который блистал своей красотой. Но, что интересно, на этой же горе стоял и первый храм, построенный Соломоном. И когда первый храм был разрушен в 586-87 году до н.э. вавилонянами, то вот здесь вот, в этой части, возле того места, которое называется притвор Соломонов или портик Соломонов, возле него были сложены камни, которые остались от первого храма. Поразительно, что существовало поверье, что если придет Мессия, он из камней, которые сложены там, воздвигнет храм во славе. И тогда, когда Иисус на праздник обновления появляется в этом месте, естественно, после всех чудес, которые он делает, к нему подходят иудеи и говорят, «Ну, если ты на самом деле Мессия, и ты появился в этом месте, то давай воздвигни храм, и тогда мы все, все мы узнаем, что ты Мессия. Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих». Показательная вещь, которая на самом деле всегда характеризует веру человека. Очень просто, или, скажем так, гораздо проще верить человеку, который творит чудеса, знамения и так далее. Гораздо труднее, но тем более ценнее верить человеку не по знамениям. Иисус говорит, род лукавый и прелюбодейный, ищет чудес и знамения. Не будет вам дано никаких знамений, кроме знамения Ионы Пророка. И Иисус говорит, «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». «Дела Отца» или «дела на иврите» и «слова на иврите» – это одно и то же слово. Иными словами Иисус говорит, «Все Мои слова, которые соответствуют делам, это дела Моего Отца». Поэтому, если вы верите словам Отца Моего, вы не можете не верить делам Моим, и иначе вы не можете не иметь веру в Меня. И именно эта вера, именно эта вера, а не создание каких-либо чудес, исцелений, кормлений, катаклизмов, катастроф, избавлений, характеризует веру человеку. Блаженны те, которые не видели. Ну, и в этом смысле мы с вами находимся, что называется, в самом привилегированном положении. Мы, к счастью ли, к несчастью ли, не видели глазами нашего Господа, но мы видели Его душой, и мы видели Его сердцем, и мы продолжаем видеть Его сердцем. И именно в этом наша вера. Точно так же, как две тысячи лет назад, здесь, на этом месте, Иисус не нашел доверия. Сегодня, в народе Израиля, здесь, сейчас, я верю, что Он обретает доверие. И это благодаря той любви, которую Он поселил в наших сердцах. Это благодаря тому храму, который Он воздвиг в наших сердцах. Рано или поздно здесь будет стоять храм, которым будет править Мессия. Но для нас достаточно Господа на каждый день, и достаточно того храма, который Он воздвиг в наше сердце. Поэтому на вопрос, если Ты Христос, скажи нам прямо, я думаю, мы все с Вами уже давным-давно получили ответ. Он есть Христос. И нет другого имени под солнцем, которым надлежит спастись. Да благословит Вас Господь Бог. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok